Очередной разрыв шаблона от вездесущих американцев, то ли от осознания собственной беспомощности, то ли от непонимания нынешней действительности, но Газдеп США начал очередной раз угрожать. Уже в открытую, без всяких недомолвок и уверток помощника секретаря США по вопросам энергетики Джеффри Паят на слушаниях в Комитете Сената по иностранным делам прямо заявил. «На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик-Жижин» и «Природный газ-2». Наша основная цель – задушить этот проект». Координатор санкций Газдепа совместно с управлением контроля за иностранными активами уже начали работу над закручиванием гаек. То есть американцам мало двух неработающих северных потоков, теперь они переключились на частные компании в России. «Арктик-Жижин» и «Природный газ-2» – это крупный проект «Новотека», частной компании, занимающейся добычей природного газа. Под последние ограничения со стороны США попали также АФК-система, Санкт-Петербург-биржа, Почта-банк, Всероссийский банк развития регионов ИДР. Всего санкции коснулись около 40 физических лиц и 200 компаний, в том числе иностранных. А из-за чего у них так начало подгорать, что это они начали бить уже по частным секторам российской экономики? А все потому, что Россия прекрасно справилась со всеми ограничениями Запада, особенно касательно запрета поставки нам западных нефтегазовых технологий. Их СМИ пророчили, что санкции Запада приведут к краху российской нефтегазовой отрасли, она вот-вот уже должна загнуться раз и навсегда. Мы все помним, как Барак Обама, находясь вроде бы в своем уме и твердой памяти, поспешил похоронить российскую экономику, основываясь на мнении высококлассных международных экспертов. Которые все как один напророчили России фатальный конец, равного которому еще никто не видел. Вот только этот конец до России так и не дошел, заблудившись по пути и решив вернуться к своим прародителям в виде рецессии экономики в их странах. Западные нострадомусы так старались настрадать большое количество всяких пророчеств о гибели, что сами поверили в свои сказки. Когда в 2014 году были введены первые санкции против экономики, из каждого утюга нас уверяли, что уже со дня на день экономика должна рухнуть, да и сама Россия, как государство, падет на радость всему западному миру. Банков Америса в 2014 году спрогнозировал, что санкции коллективного Запада приведут к закату нефтяной отрасли. Санкции, введенные ЕС и США против российских нефтяных компаний, дорого обойдутся бюджету из-за падения добычи сырья, нефтяная отрасль не справится без технологий Запада и быстро загнется. Спустя 9 лет оказалось, что нефтяная промышленность России пережила не только сланцевый бум в США, но и нефтяной конфликт с Саудовской Аравией. В итоге Россия стала влиятельным членом ОПЕК наравне с Саудовской Аравией и от нашей нефти мировое сообщество, несмотря на давление западных стран и санкций, не может отказаться. Глава МИД Инди Субраманем Джешанкар размазал австрийского журналиста на интервью, указав на лицемерие всей западной системы. Факты, как известно, упрямая вещь и с тезисами индийского дипломата поспорить действительно сложно. Как ему удалось выбить журналиста из Кали? Слово австрийцы не то, что не сработали, а обернулись против него самого. Журналист задал вопрос про Россию, мол, как так выходит, что Индия не осуждает нас? На что Джешанкар невозмутимо ответил, послушайте, я могу привести вам много примеров стран, которые нарушили суверенитет. Вы знаете, если бы я спросил, какова позиция Европы по многим из этих кризисов, я боюсь, многие из этих европейских стран начали бы хранить молчание. Дипломат подчеркнул, что Индия во внешней политике стремится действовать со своими долгосрочными интересами и поддерживать то, что хорошо для мира в целом. Такой ответ австрийского журналиста аж подкосил, и он продолжил гнуть линию, стал чуть ли не обвинениями бросаться, указав на то, что индийцы мало того, что санкции не поддержали, так еще и импорт из РФ увеличили в пять раз. Но тирады оказались напрасными. Джешанкар отреагировал просто блестяще. Вы знаете, Европа за тот же период экспортировала в шесть раз больше энергии, чем Индия. Если это вопрос принципа, почему Европа не остановила поставки в первый же день? Почему мы не увидели полное прекращение импорта энергоносителей из России? Он добавил, что ЕС урезал поставки удобным для себя образом. Индия же себе такого позволить не может, ибо доходы и возможности совсем другие. Впрочем, и Старый Свет отказался от российских ресурсов только для виду. От российского трубопроводного газа европейцы, может, и отказались, только вот импорт природного газа удивительным образом растет. По итогам первых семи месяцев 2023 года импорт российского природных газ вырос на 40%, с 15 миллионов до 22 миллионов куб. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС после США. Евросоюз заменяет российский трубопроводный газ на природный газ. Доля российского топлива в импорте блока выросла примерно до 15%, следует из расчетов Reuters на основе статистики ЕС. А Джей Шанкар тем временем продолжает уничтожать собеседника аргументами. Он вспомнил даже про то, что Запад поставлял Пакистану и подчеркнул, что Россия ни разу не нарушала интересы Индии. Потому и товароборот между Москвой и Дели бьет рекорды, и поставки нефти растут многократно. А Европа, кстати, более чем в два раза увеличила импорт нефтепродуктов из Индии со 111 тысяч баррелей в день, в 2022 году до 231 – 8 тысяч баррелей в день. Интересно, чья же это может быть нефть? Отвлечемся от интервью. Глава индийского МИДа успел раздать оплеухи западным политикам еще и на конференции в Германии. У него там попросили ответить в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкина, мол, почему Дели продолжает закупать нефть у РФ, ведь можно сотрудничать с кем угодно. Джей Шанкар подтвердил, что у Инди много разных вариантов и добавил, «Если я достаточно умен, чтобы у меня, у моей страны будет много опций, то вы должны восхищаться тем, как мы работаем, а не критиковать за это». В общем, пробежался он по больным мозолям Запада знатно. Никакая ходьба по гвоздям в сравнении не идет. Хотя если раскалить эти гвозди докрасно, можно будет уже сопоставить с причиненной западному мирку болью. На Западе вновь негодуют по поводу высказывания представителя МИД Марии Захаровой. Обычная шутка не была по достоинству в Евросоюзе. И на Западе пришли в ярость от такого юмора, как утверждают журналисты из Китая. С момента распада Советского Союза отношения между Россией и США находятся на еще более низком уровне, чем когда-либо. И как отмечают китайские корреспонденты, при такой ситуации американцы себя ведут самым неподобающим образом. Они выступают с критикой в адрес Пекина и Москвы, а также указывают, что государством делать. Хотя неизвестно, кто им давал такие полномочия. И вот, наконец, терпение лопнуло. МИД РФ не стал больше сносить такую наглость и поставил оппонентов на место. Как заявили в китайском издании, буквально несколько минут назад Захарова ответила помощнику безопасности США Салливану в ее особой властной манере. Журналисты Нитиаси рассказали о любопытном словесном поединке между представителем российского МИД и помощником США. В результате на одну реплику прошел целый обмен мнениями. А начал все Джейк Салливан, который на одном из своих выступлений позволил себе делать заявление в адрес Китая. И поводом стала поддержка поднебесной отношений с нами. Такое сближение и укрепление сотрудничества очень не понравилось закианскому гегемону. И его представитель решил, что может Китаю разными последствиями за такое поведение. В результате наглое заявление взволновало мир. И, конечно, Захарова не смогла сдерживаться от таких высказываний. В результате вступила в спор с американским оппонентом. Мария высказалась на заявление Салливана в своей ироничной и резкой манере. Она назвала такое поведение помощника безопасности неприемлемым, а потом позволила себе шутку, которая касалась действий Америки в международном пространстве. Она сказала, не родился еще тот Салливан, который может заявлять великим странным, таким как Россия и Китай. Конечно, такой перл в Америке не пришелся по душе. И в американской прессе можно было найти очень много негодования. А вот журналисты из Китая высказывания очень даже оценили. Ведь США всеми правдами и неправдами вмешиваются в дела других государств. Хотя их об этом никто не просил. И если в Китае шутка была воспринята положительно, то западные государства сильно разозлились. Журналисты из Евросоюза назвали Марию Захарову женщиной, которая создает проблемы. Тут разные европейские издания посыпали со своими осуждениями. Про МИД представителя начали рассказать все, чем она им помешала. Тут же вспомнили про то, что Захарова постоянно высказывалась с иронией в адрес США и Евросоюза. А вы что думаете по этому поводу? Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить последние свежие новости.